Ролик, который вы только что видели, сделан на 100 ТВ, то есть своими силами. Но сегодня в России тысячи компаний, которые живут тем, что снимают рекламные фильмы и ролики. В советское время заказы принимала только студия документальных фильмов, работавшая здесь, в Ленинграде. Снимали для всего Советского Союза. Заказчики стояли в очереди, причем очередь была на 2-2,5 года вперед. Режиссеры, маститы, документалисты в кадре, известные актеры, заслуженные или народные, реже студенты. Но, как показала практика, снялся в советском рекламном ролике, стал звездой. Не сразу, но стал. О том, кто, как и зачем рекламировал товары народного потребления, знает Елена Снитовская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то Элит увидела. Сдуму селит. Сердце одна вокруг. Ой, Евгений, все это так относительно. Вспомни, что писали о твоих песнях тысяч лет назад. Пошлость, лизоблюдство, а теперь классика. На сцене народный артист России Евгений Тиличеев, он же звезда советской рекламы. Плавленные сырки, наручные часы, удобная обувь, пояс из верблюжьей шерсти. Десятки роликов. Мы относились к этому спецетам определенным, с уважением. Слушали внимательно замечания режиссера. Режиссер, давай, встану, попробуй, давай, встану, попробуй. Иногда забывали о самом предмете рекламируемом. То есть настолько увлекались иглой, когда режиссер говорит, стоп, ребята, а мы ведь что-то рекламируем. Что-то мы с вами в кино серьезно ушли. Ну и сразу опять возвращались. Легкая и удобная обувь на кожаной подошве. Если верить рекламе, сгодится и для светских раутов, и для утренней пробежки. Возможно, так оно и было. Только в магазинах этой обуви не было. Дефицит на все предприятия, тем не менее, аккуратно продолжали заказывать рекламные ролики. Мол, мы тоже государство цивилизованное, и в коммерции не хуже их, иностранцев, разбираемся. Снимали ролики режиссера-документалисты, в кадре работали известные актеры. Непременно узнаваемые, непременно обаятельные. Преклама «Семеновский великий артист смотреть». А тогда вот так, запросто, снимался в рекламе, и не считал это зазорным. Я полагаю, что он, между прочим, снимаясь в рекламе, обрел определенный актерский опыт. И дальше, когда он стал сниматься в большом кино, это ему сильно помогало. Смотрю, мои часы. Год прошел, а им хоть бы что. Да, но у них... Они не ходят у меня, в целом случае. Единственное, что это... Сейчас памяти о моей жене нет. Я ей на 20-летие подарил. За часами той же фирмы, что рекламировал Михаил Светин, Николай Ефремов охотился долго. Жена мечтала об элегантном украшении и надежном механизме. Достал через знакомых. По блату тогда покупалось большинство вещей. Дефицитную новинку портативный телевизор рекламировал народный артист Василий Меркурьев. К тому времени за плечами больше 70 картин. Начальство ценит, коллеги уважают, зрители любят и, что важно, доверяют. Экран 23 по диагонали. В общем, даже что-то видно. И очень удобные настроечные ручки. Все на задней панели. Здесь только переключение каналов. Этот телевизор почти такой же, как в рекламе. Владимир Орлов помнит, какая за ним была охота. Очередь на год вперед. Это при том, что стоила модель дорого. Цена 240 рублей. По тем временам приличные деньги. Портативный телевизор ЮНОС-402 с успехом может стать вторым телевизором в доме. Вы мечтаете красиво обставить квартиру? В магазинах, торгующих мебелью по образцам, вы наверняка найдете то, что соответствует вашему вкусу. Я не знал, что это реклама. Это не называлось рекламой. Это была просто халтура. Я понимал, что это в корзину или для внутреннего пользования предприятия. Но зато это для студента 10 рублей. Это весь курс мог гулять. Студенту Боярскому за съемочный день 10 рублей. Народному артисту Меркуриеву 300. Статус. Это была середина 70-х. Спустя несколько лет будущий мушкетер тоже. Обставлял собственную квартиру. В магазин не пошел. Пошел на производство. Тот же Боярский приходил к нам и покупал. Вот честно вам скажу. Он был у нас на фабрике. Но естественно он не пришел в магазин, где там в Ростов. Он пришел просто к нам и покупал у нас. Убирал ту же стенку. На фабрике делали мебель по спецзаказу. Для партийной элиты, профессуры, звезд кино и театров. Для последних вспоминает Юрий Смирнов с особым удовольствием. И платили хорошо. И идеи интересные предлагали. Потом на домашних праздниках с гордостью демонстрировали друзьям. Вот, мол, с авторством смирщиками сделано. Тут же добавляли. А как по-другому? Только блат. В магазинах шаром покатить. Изобилие только в рекламе. Ну, производителям было приятно, чтобы сидят люди на зале. Ой, какой проектор хороший. Мне бы такой купить. А где? Негде. Вы скажете, охотничья фантазия. Но кварцевые часы чайка действительно работают в течение года на одной миниатюрной батарейке. И это достоверный факт. Елена Сметовская, Алексей Харьков, Дмитрий Филиппов, Григорий Цегильницкий. Итоги недели. Петербург.